Очередными соперниками текстильщика стали подопечные Владислава Радимова, питерский клуб «Зенит-2». С первых минут ивановцы взяли инициативу в свои руки, но первые атаки гостевых ворот завершились неудачно. Вообще игра ивановцев в первой половине встречи мало напоминала борьбу без пяти минут лидеров турнирной таблицы. Голкипер-текстильщик Андрей Романов сумел защитить ворота. На этот раз. Но вот на 25-й минуте встречи у него практически не было шансов взять мяч. Так, гости открыли счет в матче. Видимо, это немного выбило игроков текстильщика из равновесия, потому что спустя несколько минут во время очередной атаки сине-белых ивановский защитник Михаил Ершов нарушил правила в штрафной. Судья показал на точку. Счет 0-2 оставался неизменным до самого перерыва, после которого текстильщик вышел на поле, казалось, с новыми силами. Будто это не та команда, что играла в первом тайме. Красно-черные просто не оставляли сопернику возможности атаковать. Игроки гостей начали фалить рядом со своими воротами. Текстильщик получил право на опасные штрафные. И если с первым ударом Константина Подкорытова вратарь гостей справился, то его второй залп... Не прошло и 10 минут, как ивановцы забили снова, сравняв счет. Правда, гол этот на самом деле был не таким уж и радостным. Один из наших игроков получил травму. Еще несколько? В результате потасовки с командой соперником – желтые карточки. Итог встречи 2-2. До конца игры не удалось изменить ни одной из команд. Но это была красивая и интересная борьба. Если сравнивать, я то, что мы играли в первом туре, сейчас не буду сравнивать, но вот все команды, которые мы в последнее время играли, то, конечно, самая играющая команда – это Текстильщик. И они действительно стараются играть в футбол, стараются положить мяч вниз. Но было бы смешно, если бы они иначе играли, зная Парфенова, где он играл, и у кого играл, и с какими партнерами. А что касается еще, я хотел сказать вам, у вас шикарный город. У вас шикарный город, настолько чистый, настолько красивый. Мы когда сюда переезжали, мы даже пожалели, что мы остались и провели лишнюю ночь в Владимире. Мы с удовольствием погуляли. Такое удовольствие получили от вашего города, я не шучу, действительно. Головы не надо вешать. Как остается все в наших руках, так и остается. Как нужно было выигрывать все другие игры, так и нужно выигрывать. Сами себя загнали в эту ситуацию, проигрывая 0-2. И сами титаническими усилиями можно было вылезти, где-то не повезло. Но отыграли два мяча, проявили характер. Чуть-чуть где-то не хватило, видимо, мы где-то не доработали. Сейчас текстильщик занимает второе место в турнирной таблице первенства. От лидера команды ТОСНа нас отделяет уже 5 очков. Теперь текстильщику предстоят непростые выезды. Следующей игру с командой Псков 747 придется пропустить лучшему бомбардиру зоны Анзору Санайи и полузащитнику Виталию Дикову. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.